Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок. И сегодня я хочу вам рассказать о таких важных качествах посадочного материала, сортов, плодовых ягодных культур, как зимостойкость и морозостойкость. Каждый раз, когда мы подбираем ассортимент для своего сада, мы обращаем внимание на характеристики сортов. Мы смотрим, чтобы были качественные плоды, которые мы любим. Кто-то любит сладкие, кто-то любит кислые. Мы смотрим на их окраску. Ведь кому-то нравятся красные, а кто-то предпочитает зеленые. Мы смотрим на сроки созревания. Мы обращаем внимание на устойчивость к болезням. Ведь это все наше здоровье. И еще один фактор, на который мы обязательно обращаем внимание, это зимостойкость и морозостойкость сорта. Сможет ли он, этот сорт, вообще расти в наших условиях, в конкретных условиях, где вы живете, или же нет? А от этого, от морозостойкости, от зимостойкости, ведь зависит и то, сможет ли растение не только реализовать свой потенциал, но и вообще выжить. У каждой культуры есть свои некие температурные рамки, в которых оно себя хорошо чувствует и дает максимально полный урожай высшего качества. Итак, что же такое морозостойкость и зимостойкость? Кажется, это одно и то же, но на самом деле морозостойкость – это, можно сказать, очень точная характеристика, малая, которая показывает отношение дерева, кустарника в целом к низким температурам. Это способность переносить морозы. Тогда как зимостойкость – это характеристика комплексная, которая отражает способность растения переносить весь комплекс неблагоприятных зимних условий. Это и устойчивость к перепадам температур. Ведь нередко сейчас зимы, где длительные оттепели сменяются очень серьезными морозами. Это способность быстро входить в состояние зимнего покоя, приобретать надежную закалку и крепко ее держать до момента наступления настоящей весны, а не обманной где-нибудь в феврале-начале марта. Это способность эту закалку восстанавливать после зимних оттепелей. И, наконец, зимостойкость – это и способность регенерироваться после сильных морозов, которые все-таки нанесли повреждения, то есть способность сорта восстанавливаться. Поэтому, когда мы выбираем сорт, мы должны в первую очередь смотреть на его зимостойкость, а не только на морозостойкость. И сейчас я хочу вам рассказать о том, какие же сорта плодовых культур самые морозостойкие. И начнем мы с яблони. Яблоня, как вам известно, это самая распространенная в умеренном поясе северного полушария плодовая культура. Она так распространена благодаря своему очень широкому адаптивному потенциалу. Она может расти и в Карельском крае, на Соловках, и на Севере Африки. Казалось бы, температуры очень разные, условия очень разные, но есть одно очень важное условие. Для яблони обязательно необходим зимний период с низкими, желательно отрицательными температурами. Только тогда она сможет нормально заложить цветковые почки, зацвести и заплодоносить. Но эти температуры не должны быть слишком низкими. Так какие же температуры может вынести яблоня? И какие сорта самые зимостойкие? Ну, во-первых, самые зимостойкие – это, конечно, дикие виды, которые растут в естественных суровых условиях. Особенно сибирские яблони, которые выносят в Сибирке понижение температуры иногда до минус 40 градусов. Это народные сорта. Они прошли многовековой отбор, вследствие которого остались только самые зимостойкие, самые устойчивые формы. Это, конечно, всем известная Антоновка. Это грушовка московская, рекордсмен по зимостойкости, которая может расти даже в Карельской области Российской Федерации. Это боровинка. Это знаменитая осенняя полосатая, он же штрефель. Это различные анисы, которые широко распространены в Поволжье в условиях довольно резкого континентального климата. Старинные сорта скрывают в себе огромный потенциал устойчивости и к зиме, и к жаре. И до сих пор радуют садоводов-любителей своими ароматными плодами. Что же сказать о современных сортах, выведенных уже в наше время? Дело в том, что в 20 веке селекционеры больше сконцентрировались на качестве. Иногда в ущерб другим свойствам, таким как устойчивость к болезням, либо зимостойкость. И выводил, конечно, селекционер сорта, приспособленные к тем условиям, в которых он работает. Яблони, созданные в Испании, прекрасно себя чувствуют в условиях испанского климата с мягкими зимами и жарким летом. Яблони, выведенные в условиях Германии, будут прекрасно адаптированы к влажному, прохладному лету и спокойной, ровной зиме. Ну а яблони, которые выведены в условиях Новосибирска, соответственно, спокойно перенесут морозы до минус 40, а то и ниже, без особого для себя ущерба. И здесь мы обращаем ваше внимание на такой факт, как госреестр районированных сортов. В каждом регионе страны есть свой государственный реестр, куда вносятся сорта, прошедшие изучение конкретных условий. И туда никогда не попадет ни один сорт, ни зимостойкий, ни устойчивый к болезням. То есть при выборе сортов для себя нужно руководствоваться в первую очередь этим реестром. Там уже будут внесены сорта 100% зимостойкие для вашего региона, для вашей республики, для вашей страны. И вы не ошибетесь, если посадите такое дерево. Например, для Беларуси одним из самых зимостойких сортов является сорт Олесин. Ему уже несколько десятков лет, и он дает надежный урожай даже после самых суровых зим. Это память Сюбаровой, память Коваленко, вербная, всем известный Антей и его сынок Иманд. Это такие сорта, как банановая, Елена, российский сорт мечта, синап орловский, Имрус. Они обладают очень высоким уровнем зимостойкости и прекрасно справляются с самыми сложными климатическими условиями нашего умеренного пояса. А в области, где Сибирь, в тех областях, где климат очень суровый, ученые вывели сорта так называемого сланцевого типа. Эти яблони имеют очень интересный внешний вид. Их ветки поникают, благодаря чему дерево зимой полностью уходит под снег и, как следствие, уходит от суровых морозов. Например, сорт Ковровый либо Подснежник. Они реально настоящие яблони-подснежники. Что можно сказать о груши? Груша, в отличие от яблони, конечно, более долговечная культура. Иногда попадаются груши возрастом 100-120 лет и более, но, тем не менее, груша менее зимостойкая, чем яблони. За исключением груш, ведущих происхождение от груши уссурийской. Сам дикий вид этой груши способен переносить похолодание, морозы, даже жестокие морозы до минус 40-50. И рекорд был минус 56 градусов. Итак, самой высокой зимостойкостью обладает груша, ведущая происхождение от груши уссурийской. Самого зимостойкого вида, который может выносить без особых потерь морозы до минус 50 и ниже. Какие это сорта? Это сорта Лада, Ольга, Поля, Тема. Это груши, которые способны расти в самых суровых условиях и давать плоды хорошего качества. Также к зимостойким относятся такие сорта, как отрадненская, москвичка, мраморная, чижовская, нарядная Ефимова, памяти Яковлева. Из белорусских сортов хотелось бы отметить кудесницу, просто Марию и Завею. Завея – это как новый зимний сорт. Завея – это вьюга метелица. Тем не менее, она прекрасно справляется с настоящими вьюгами, которые преследуют наше садоводство каждые несколько лет. Вот эту суровую зиму наш сорт Завея прекрасно перенес без повреждений и осенью порадовал отличным урожаем. Среди косточковых, пожалуй, зимостойких, саких на уровне яблони и груши, сортов все-таки нет. Косточковая по своему происхождению более южная культура. Если мы возьмем с вами, например, вишню, она очень требовательна к теплу, особенно чувствительны ее цветки. Более того, у вишни есть одна интересная особенность. Если во время цветения температура воздуха держится ниже плюс 10, оплодотворение может не произойти. То есть зависть будет сброшена, и мы остаемся без урожая. Но, тем не менее, даже в таких условиях находятся сорта, которые урожай дают практически ежегодно. В первую очередь, опять же, это народные сорта. Такие, как всем известная Владимирская вишня, Шубинка, Любская. Эти проверенные столетиями сорта прекрасно переносят суровые зимы до минус 25, минус 30 и дают хороший урожай. Из других сортов, уже селекционных, хотелось бы отметить такие, как Жуковская, Молодежная, Ровесница, которые хорошо справляются с самыми суровыми условиями, как зимы, так и возвратными заморозками весной. Это белорусские сорта Овянок, Неловица, Новодворская, Несвежская, Гриот белорусский, украинский сорт Гриот сиритка. Данные сорта хорошо проявили себя в самые суровые зимы, не особо пострадав. Возможно, кто-то из них и был без плодоношения, но он сохранил свою крону, свои ветки и на следующий год вновь зацвел. Нужно помнить, что зимостойкость и вишни, и яблони, и груши, но вишни особенно, очень сильно зависит от устойчивости к болезням. Дело в том, что если растение ослаблено болезнями, его зимостойкость очень сильно снижается. Если мы, например, возьмем всеми нами любимую вишню, то наибольший ущерб ей наносит кокомикоз, из-за которого наши вишни часто остаются к августу уже совершенно голыми, лысыми. Кокомикоз лишает растения листвы, оно не успевает накопить нужное количество питательных, запасных веществ, ослабляется, зимостойкость снижается, и растение в течение нескольких сезонов, особенно после суровых зим, гибнет. Гибнет из-за подмерзаний, а подмерзание наступило именно из-за ослабления болезнью. Поэтому обязательно защищаем наше растение от болезней, таким образом повышая их зимостойкость. Черешня более пластична по сравнению с вишней. Она не так чувствительна к возвратным заморозкам, к низким температурам во время цветения, и практически ежегодно радует нас хорошим урожаем, даже после самых холодных весен и зим. Среди черешин самыми зимостойкими являются те сорта, которые выведены в условиях сурового климата. Если взять территорию бывшего Советского Союза, это, конечно, Россия, Брянск, Подмосковье, и у нас в Беларуси это институт плодоводства. Там проводится очень хорошая работа по подбору именно зимостойких форм, по выделению зимостойких сортов, вплоть до того, что проводится промораживание искусственное, чтобы определить, как сорт среагирует на суровую зиму. Среди российских сортов хотелось бы отметить, пожалуй, самые зимостойкие. Это сорта ленинградская желтая, ленинградская розовая, ленинградская черная. Это очень старая сорта, но, тем не менее, зимостойкость их очень высокая, хотя качество знаметно уступает современным сортам. Это красная плотная. Из брянских это фатеш, это ипуть, это чермашная, это австуженка, тютчевка. Из белорусских сортов зимостойкий, сорт северная, грунковая, сорт медуница. Эти сорта проверены по устойчивости к зимним факторам и надежно себя зарекомендовали уже на протяжении нескольких лет. Сливы домашние и алыча менее зимостойкие по сравнению с яблоней. И даже, я бы сказала, менее долговечны. Если яблоня может произрастать спокойно, давая хороший урожай 50-60, а то и 80 лет, а прожить может и более 100, то срок жизни сливы ограничивается обычно 30-40 годами. Но при этом урожай хороший она будет давать в среднем лет до 20-25. В дальнейшем урожайность резко снижается, поэтому сливу мы и не держим так долго в садах. По зимостойкости, пожалуй, опять же, самое устойчивое – это сорта народной селекции. Местная красная, например. Эти сорта прошли очень длительный отбор и надежно переносят любую зиму. То есть не обязательно выкидывать местную порослевку, которая растет у вас в саду, досталась от бабушки, дедушки. Она даже в самый суровый год может порадовать вас урожаем, главное – защитить ее от плодожорки. Из современных сортов хотелось бы отметить такой сорт, как блюфри, волот, венгерка белорусская, которая хорошо переносит даже самые суровые зимы. Из сортов алычи, которая изначально была, пожалуй, очень не зимостойкой, но селекционеры над ней хорошо поработали, и сейчас ее уровень устойчивости к морозам, ко всему комплексу этих зимних факторов довольно высокий. Обратите внимание на скороплодную, на сорт осолода, найдена, мара. Это очень зимостойкий сорт. Ветрость-2, который по своему внешнему виду очень похож на абрикос и по качеству очень выделяется. Это сорт лама и новый сорт панна. Все эти сорта прошли испытания на зимостойкость и проявили ее на высоком уровне. Если мы посмотрим на такие популярные культуры, как абрикос и персик, то первое, на что мы должны обратить внимание, где эти сорта созданы, какие там условия. И, конечно, обращают внимание на себя сорта канадской селекции, которая славится своим суровым климатом. Из местных сортов белорусской селекции хотелось бы отметить сорт дебют, очень зимостойкий. Такие сорта уже известны нашим садоводам, как знаходка, память Говорухина, российский сорт погремок, тоже показывают себя очень и очень хорошо. При выборе сортов персика, в первую очередь, мы обращаем внимание на то, где он создан. Опять же, основное внимание – это канадские сорта и сорта других стран со сходными с вашими климатическими условиями. Очень распространены персики из Прибалтики, которые идут под названием Елгавский. Это целая группа, можно сказать, сорта группа, очень похожих между собой форм, которые отличаются высокой адаптивностью к климатическим условиям. Это такие сорта, давно уже проверенные, как искра, донецкий белый, донецкий желтый. Конечно, в очень суровые зимы, когда температура падает до минус 30, персик будет поврежден. Все-таки культура еще недостаточно зимостойкая для наших условий. Но для персика характерна очень высокая восстановительная способность, и он быстро отрастает, восстанавливая крону буквально в течение года, если у него сохранился хотя бы небольшой кусочек ствола, здоровый, не подмерший, с почками. В этом году условия были очень суровые. В отдельных районах республики, даже под Минском, температура пускалась до минус 30. И практически у всех, у кого условия были такие жесткие, персик очень серьезно пострадал, практически до гибели. Но практически все эти сорта потом восстановились. Особенно обратил на себя внимание, это сорт Елгавский. Он не только восстановил крону, он заложил на кроне уже новые цветковые почки. То есть на следующий год он будет гарантированно плодоносить. Из новых сортов обращает на себя внимание сорт Лойка. Новый белорусский сорт Персика. Очень адаптивный, зимостойкий, который дает регулярные урожаи вкусных, освежающих, сочных плодов. Таким образом, подбирая сорт для своих условий, мы в первую очередь руководствуемся нашим госреестром. Это можно найти на интернет-ресурсах. Мы руководствуемся тем, если этого сорта, который вы ищете в госреестре, нет, но вам очень хочется его иметь, то обратите внимание на то, где он создан. И если условия такие же, или даже суровее, чем у вас, такой сорт вы можете спокойно у себя заводить. С большой долей вероятности он не просто приживется, он прекрасно справится и с вашим климатом. Ну и, конечно, любое растение, даже самая зимостойкая, сможет реализовать себя только при вашей поддержке, при хорошем уходе и защите от болезней и вредителей. Если вы все это учтете, то, я думаю, ваш сад проживет долгие годы, радуя вас ежегодно хорошим урожаем, вкусных, ароматных плодов. И никакие зимы ему не будут страшны. Процветания вам и вашему саду! До новых встреч на нашем канале! Ставьте лайки, подписывайтесь! И всего вам хорошего! С вами была Юлия Кондроденок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова